Талантливые и активные школьники съехались в лагерь Волжский Артек со всех уголков Самары. На протяжении полугода фестиваль проходил на территории всего города. В каждом районе были отборочные туры, и вот самые сильные ребята вышли на сцену лагеря. Дети чувствуют себя востребованными и чувствуют, что их творчество кому-то надо. И многие детки, которые никогда не занимались ни творчеством прикладным, не участвовали где-то ни в каких концертах, они, приходя на наш концерт, смотрят, я тоже так могу. Очень важно, чтобы именно для них, для детей из простых семей, из многодетных, малообеспеченных, для детей-сирот, был такой фестиваль, где они могут приложить свои усилия. Фестиваль проводится уже 22-й год. Число его участников за это время значительно выросло. Если в первом подснежнике за победу боролись около 200 ребят, то в этом уже более двух тысяч. Фестиваль «Подснежник» для многих стартовая площадка. Ребята в дальнейшем становятся лауреатами общероссийских и международных конкурсов. Школьники соревнуются не только на сцене. Многие представили на суд жюри свои картины и другие художественные работы. Развитие творческих способностей – это очень важный аспект в жизни ребенка. И зачастую, может быть, с учебой не все получается, так как хотелось бы, да, так сказать. Но когда мы видим вот такие уникальные работы, когда ребенок успешен, то, конечно, это и членов семьи, и для родителей является, так сказать, большим мотиватором. Участникам фестиваля вручили грамоты, дипломы, сладости и настольные игры. На протяжении всего фестиваля велась онлайн-трансляция. В соцсетях создана группа фестиваля, где все самарцы и сейчас могут проголосовать за понравившегося участника. Виктория Шара и Константин Головин. События.